Привет всем на моем канале! Юный палеонтолог Женя Кислов Я вам сегодня расскажу про самых больших динозавров на планете Что? Динозавры существуют? Если вы думаете, что слоны большие, то познакомьтесь с зауроподами Я их называю длинношейей, длинно большой шеей Они жили по всему миру, даже в Антарктиде Я хотела увидеть, но у меня не получилось Кого увидите? Киловарла Какого? Вот такого, длинношей Вот такого А почему не получилось? Ну, они умерли Давно-давно-давно Почему? Потому-то весь водопад Кроме начали падать И начали Даже водопад На них Напасть И они умерли У них была огромная шея А еще длинный хвост А питались они? Они были не хищниками И не падальщики Они ели траву Они похожи на современного жирафа Но выше А вы знаете, почему зоу работают такие большие? Чтоб хищники на них не напали Некоторые ученые говорят, что растительность была не очень многообразной И чтобы получить Большую энергию Нужно было как можно дольше держать в организме еду Для этого нужен очень большой кишечник А этот кишечник должен помещаться в очень большом теле Поэтому они такие большие А почему же другие динозавры были им ниже? Например, аморкозавр не такой уж и большой Лично я с этой гипотезой не согласен Если это так, то все травоядные должны быть одного размера Скоро ночью Вырасту и докажу обратное Зауроподы это диплодоки, блохиозавры, титанозавры, аморкозавры и другие Это братиозавр А других зауроподов он отличался с довольно большими передними лапами По сравнению с этим Поэтому хвост был не такой большой, как у других Он, братиозавр, мог доставать на высоте деревьев третьего этажа А зачем им была длинная шея? Раньше фалентологи думали, что длинная шея была, чтобы поедать листья с высоких деревьев Зауроподы были не с поднятошей, а пущеной А это диплодок Он жил в одно время с аллозаврами и стератозаврами Это хищники такие Они боялись на него охотиться Все времена он был диплодок самый большой И несмотря на то, что он не травоядный, хищники все равно его боялись И еще бы 35 метров целых В отличие от братиозавра У него не было ни на голове гребешка Даже наоборот Там дырка была Да, я это на видео видел У них передние лапы, значительно короче задние И хвост был вот таким величим Ученые думали, думали, спорили Один из них предлагал, что он хвост был для опоры другим, чтобы защищаться Говорили И спорили И спорили Палеонтолог Роджер Сеймор Нашел вывод Такой хвост большой Был противовесом Длинной шеи У них такой маленький мозг И им было достаточно умным Чтоб выживать в этих условиях Увидимся До новых встреч